Здарова народ, это второе видео за день, всем приятных выходных и я решил сделать два видео каждый выходной, поэтому завтра тоже будет два видео в 12 часов и 18. Ну а сегодня Тихон для нас с вами записал еще одно очень интересное видео. И он открыл целых 100 ящиков радиации и естественно мы расписали весь лут, точнее сделал это он, как обычно. Поэтому сейчас с вами я поделюсь информацией, возможно точными шансами, возможно не точными, потому что мало ли какой рандом здесь бывает. Наверное каждый человек, который играет в метро, так или иначе заходил в радиацию и пытался там лутать сундуки. А если даже вы вдруг их не лутали, то естественно вот здесь я вам покажу, расскажу весь лут, который упадет со сотки сундуков. Ну а также не забывайте подписаться, потому что видео каждый день, ну кто не знает, кто новенький, не забудьте поставить лайк и пишите в комментариях сколько слитков должно выпасть. Итак, а теперь давайте перейдем к самому главному, ради чего мы здесь собрались. Итак, 100 ящиков и в них было 24 слитка. Согласитесь, результат довольно неплохой, то есть получается практически в каждом четвертом ящике должен лежать слиток. Да, конечно, опять же слиток может вам не выпасть даже с 20 ящиков, но потом скорее всего вам этот слиток начнет падать практически в каждом ящике, а то и целых по 2 слитка в ящике. И, кстати, в одном разе 100 нам выпало 2 слитка из одного ящика. Конечно, мне казалось, что шанс на это намного больше, потому что сам лично я очень-очень много встречал таких моментов, когда в одном ящике лежало 2 слитка, либо 2 чертежа. Но в этот раз был один момент, когда было 2 чертежа и один момент, когда было 2 слитка. Всего высокоточных чертежей нам выпало 24 из наших 100 ящиков. То есть получается так, что шанс на слиток и на чертеж одинаковый, потому что они оба мифические и игра, скорее всего, просто-напросто не видит никакой разницы между этими предметами, потому что она считает их мифическими и дает им, собственно, эту редкость. Получается так, что каждые 4 ящика, по сути, нам должен выпадать один мифический предмет, а если не каждые 4, то каждые 5. Ну, я думаю, в принципе, все нормально. Так и должно быть. Ну и вышло таким образом то, что шанс на эпик приблизительно где-то 40%, а шанс на легендарку, так же, как и шанс на мифик, где-то 25%. Конечно, я бы не сказал то, что это на 100% точные шансы, но эти шансы очень близки к реалиям. Но все-таки думаю то, что на эти шансы можно опираться. То есть получается таким образом то, что 50 на 50 вам выпадет либо какой-то хлам, либо нормальный себе предмет. Да, никто не отрицает того, что вам может выпасть 2 фиолетовых предмета с одного ящика, потому что это реально довольно частое явление, и шансы на эти предметы намного выше, чем на все остальные. Ну и все же, если вдруг вам выпало 2 фиолетовых предмета, то потом вам может выпасть и 2 розовых, или даже, например, 2 красных предмета в одном ящике. По сути, это некий баланс между хорошими и плохими вещами. 50 на 50. Ну и тут, конечно, естественно, нужно полагаться на свою удачу и на ваше везение. Конечно, выбивать под вас лидко каждый раз у вас точно не получится, но зато, если вы довольно везучий, то, в принципе, вам может частенько везти, и вам могут попадать мифические предметы намного чаще, чем получилось у нас. Но горькая правда в том, что все-таки эпические предметы вам будут сыпаться намного чаще, и этого никак не избежать. Конечно, бывают такие люди, которых я встречал, они выносили аж по целых 12 слитков с радиацией. Играли не в одного, естественно, и 12 слитков у них было в инвентаре. Также бывали такие люди, которые не выносили ни одного слитка, золотав тут все. Правда, обычно те, кто жалуются, что вынесли один или вообще не вынесли слитков, они выносят, наверное, штук 5 чертежей. Да, в принципе, я сам однажды как-то ходил и вынес только лишь один слиток и целых 5 чертежей, чтобы поделать, удача такая. Потому что шансы на мифики и на легендарки, естественно, если их сравнивать друг с другом, то они, естественно, одинаковые. Тут уже больше все зависит от самого качества предмета, легендарное оно мифическое или просто эпическое. Конечно, я допускаю то, что шанс на легендарку немного больше, чем на мифик, потому что, скорее всего, это так, но если он и больше, то совсем на немного. Я думаю, наверное, многие скажут, что фу, это все лохотронно и обычно падают одни легендарки. Но нет, на самом деле много легендарок вам тоже никак не упадет. А вот много эпиков собрать вы легко сможете. Я сколько сольников таких не убивал, которые в соло золотали всю радиацию. И выносили они обычно где-то 20 фельдовых предметов в инвентаре, ну и лежало у них где-нибудь, не знаю, 5-6 там планшетов-детекторов. Ну и получилось так, что 4 слитка или чертежа они засовывали себе в сейф. Бывало и такое, что люди иногда умирали и со слитками в руках, и с чертежами в руках, хотя в сейф, по сути, они запихивали то же самое. Но опять же, легендарок было немного меньше, чем мификов. То есть получается так, что шансы к мифику и легендарке примерно одинаковые. И вот тут мне уже кажется, что это все-таки какая-то ошибка разработчиков, потому что ну не может падать практически одинаково, что легендарка, что мифик. Вспомните классический ящик, в котором мифики вообще не падают. Нет, не дай бог, конечно, они ведут такую же стратегию того, что мифики вообще не будут падать с сундуков. Но тут, конечно, слишком большой шанс получить мифический предмет. И, скорее всего, просто-напросто его пофиксят и сделают его менее выпадаемым. И все эти шансы на мифик, скорее всего, просто-напросто разделят на эпик и легендарку, потому что они, в принципе, должны падать намного чаще. Я думаю, многие со мной согласятся за то, что многие люди просто бегают в радиацию, например, умирают там, и у вас в сейфе 4 слитка, умирают, получают 800 тысяч. Это уже шестая броня, то есть они просто-напросто сходили, 5 минут сделали, умерли, и 700 тысяч ушли в плюс. Согласитесь, довольно нечестно. Да, конечно, опять же, тот же риск, все дела, но как ни крути, все равно развитие нужно как-то замедлить, потому что многие топперы просто бегают в радиацию, лутаются. И, в общем-то, игра неинтересная таким образом. Кто-то сражается, отбирает лут, и мне кажется, что людям, которые сражаются, должны давать, по сути, больше, потому что, тем не менее, они играют с агрессивной политикой, как говорится. А папка обычно любит агрессивную игру. И, кстати, то, что я заметил, наверное, этого никто не заметил, возможно, кто-то заметил, но лут на картах стал немного утихать, потому что, как ни бегай, как ни крути, лут становится все меньше и меньше. Ходишь в радиацию, слитки там уже падают довольно реже, и чертежи тоже довольно реже, да и легендарные предметы падают не так-то и часто, как хотелось бы. Да и, в принципе, на третьей карте эпики сыпались чуть ли не с каждого третьего-четвертого ящика, а сейчас откроешь 10, и тебе выпадет какая-нибудь синька или зеленка. Поэтому, я думаю, то, что эти шансы, скорее всего, просто-напросто хотят пофиксить, чтобы лут был намного реже, и чтобы лут выбивался именно с игроков, которые потихонечку каким-то образом нафармились, чтобы замедлить развитие всей этой игры. И все-таки, я думаю, то, что в новом обновлении 12-го числа нам стоит ожидать того, что нам урежут сильно лут. Не знаю, связано ли это с первой или со второй картой, но на третьей я точно это стал замечать. Ну и, камон, я думаю, то, что все-таки реально нужно сделать так, чтобы эта игра шла немного медленнее, потому что многие люди, вот, не знаю, где вообще везде, практически начинают хвастаться своими там доходами, всякими вещами своими, которые кучу нафармили, а вот теперь, на самом деле, все это будут нафармить немного тяжелее. Да, я, конечно, не отрицаю того, что новичкам или каким-то слабым игрокам будет довольно хуже, но, опять же, те самые игроки в классике тоже сильно проигрывают сильным игрокам. Я допускаю то, что все-таки радиацию могут сделать немножко под новичков, а точнее сделать ее менее прибыльной, чтобы сильные игроки сюда не так часто заходили, потому что все сильные игроки бегут в радиацию, убивают всех игроков, забирают с них лут, потом бегут в радиацию, залутывают все слитки, которые там были, ну и выходят победителями наружу, полтора миллиона каждый. Да и просто-напросто разработчики сами по себе дорабатывают игру, потому что сделана она крайне сыро, баги всякие там, недочеты, и их, естественно, нужно исправлять и каким-то образом все это подправлять, делать целый баланс. Все же это, конечно же, тестится, но, опять же, нужно где-то, наверное, полгода, чтобы все это максимально хорошо протестить и полностью понять, что да как, и сделать нормально, красивую игру. Ну, а на этом все, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться, написать комментарий все-таки, что вы по этому поводу думаете, и будет ли все-таки нормальное такое сильное изменение того, что нам пофиксит сильно лут. Ну, я надеюсь, не придется открывать еще 100 ящиков, чтобы увидеть точные шансы лута, которые выпадут нам после обновления. Ну, а на этом все, я с вами прощаюсь, не болейте, пока!